Это просто огромное количество помощи, и вот только непонятно, куда она делась, у таджиков много вопросов. Подписывайтесь на обновление и точно будете в курсе всего самого интересного. Таджикистан в январе и октябре текущего года получил гуманитарную помощь на сумму около 120 миллионов долларов, что на 45% 37 миллионов долларов больше, чем в этот же период прошлого года. По данным Таможенной службы Таджикистана, помощь общим весом около 12 тонн предоставлена 59 странами мира. Среди стран-доноров наибольший удельный вес по стоимости гуманитарной помощи приходится на Китай – 36,6% в общем объеме помощи, США – почти 28%. Помощь также предоставляли Бельгия – 7,5%, Индия – 5%, Япония – 4%, Россия – 3,3%, Дания – 2,3%, Швеция – 2,2%, Нидерланды – 2%, Узбекистан – 1,3%, Южная Корея – 1,2% и другие. Полученная за 10 месяцев гуманитарная помощь является беспрецедентным за последние 12 лет и превышает также годовые объемы. Так, по итогам 2021 года Таджикистан получал гуманитарную помощь на сумму 111,3 млн долларов, а в 2020 году – на 56 млн долларов. Наиболее низкий объем гуманитарной помощи в 2010 и в 2021 году Таджикистан получал в 2011 на 41 млн. Между тем, заместитель Генсека ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс в конце ноября этого года заявил, что в наступающем году на решение срочных гуманитарных проблем потребуются рекордные 51,5 млрд долларов. А вы видели эту гуманитарную помощь? И как вы думаете, куда она пошла? Мнение напишите нам, пожалуйста, в комментарии. «Это феноменальная цифра, и она ввергает в унынье. Запросы на оказание гумпомощи шокирующие высокие. И чрезвычайные события этого года продолжатся в 2023 году», – сказал он. Его слова приводятся в докладе ООН. В Управлении по координации гуманитарных вопросов ООН УКГВ считают, что срочная помощь в 2023 году понадобится 339 млн. человек. При этом в УКГВ призвали страны-доноры обеспечить средства на гумпомощь в 2023 году наиболее нуждающимся 230 млн. человек, проживающим в 68 странах. Гриффитс пояснил, что помощь нужна не только людям, приживающим конфликты и вспышки заболевания, но и тем, кто страдает от последствий климатических изменений, например, населению полуострова Сомали, сталкивающейся с засухой, и жителям Пакистана, где произошли сильные наводнения. Также он добавил, что впервые число перемещенных лиц в мире превысило отметку в 100 млн. А пандемия COVID-19 по-прежнему влияет на жизнь бедных слоев населения. Год назад в УКГВ заявляли, что число лиц, которым будет нужна помощь в 2022 году, составит 274 млн. человек. Однако в ноябре 2022 года это число достигло с 324 млн. Также он получил в ноябре на финансирование гумпомощи 24 млрд. долларов, лишь 47% от требуемой суммы. Как вы относитесь ко всей ситуации, гуманитарным помощям и куда она вся девается? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok